Слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени Христа и во веки веков. Аминь. Веков Аминь. Добрый день, дорогие братья и сестры. В сегодняшний день, по Божьей милости, по просьбам наших прихожан, по просьбам жителей города Заречного, мы начинаем цикл новых передач. Православный Заречный. В этих передачах пойдет речь о жизни нашей церковной общины, самое главное, о таинстве Церкви Христовой, о строящемся храме, который будет в нашем городе. И самое главное, хотелось бы рассказать людям о истине Церкви Православной, о ее жизни, о ее духовных началах. Покаяние отверстие не двери жизнодавчика. Вот уже более четырех недель, дорогие братья и сестры, на вечерней службе мы с вами слышим эти великие слова, призывающие нас к покаянию. Воистину, каждый из нас в своей жизни не раз задумывался о том, как он живет, к чему он стремится, что является его духовными ценностями и что главное для него в этой жизни. Главное, к чему призывает нас Церковь в эти великие дни, это покаяние, духовное очищение, которое открывает нам Царствие Небесное. Таинство покаяния или по-другому исповедь, которая, наверное, широко известна в нашем народе, заставляет человека задуматься и покаяться перед Господом Богом за свои прегрешения вольные и невольные. Пост — это то время, когда каждый из нас может постараться прийти в Храм Божий на исповедь. Когда человек готовит себя к исповеди, он должен задуматься, в чем он будет каять перед Господом Богом. Есть определенные, конечно, православные труды, которые рассказывают человеку о тех прегрешениях, которые он совершил, которые главные прегрешения в его жизни. Но и каждый из нас может при желании сесть и задуматься. Я думаю, что сердце и совесть человеку подсказывает, что он в этой жизни сделал не так, и что в этой жизни было сделано им неправильно. Таинство покаяния часто сравнивают с таинством крещения. Почему? Потому что в таинстве крещения человек рождается в жизнь духовную вечную, а в таинстве покаяния человек от греха, освобождаясь, возрождается для жизни духовной. Одно из самых главных причин и условий таинства покаяния – это искреннее желание избавиться от греховной жизни. Когда человек кается в грехах своих, когда он видит грех свой, то он рождается для жизни вечной, преображается для нормальной христианской жизни и жизни с Господом в мире и в мире с своими близкими. Человек, который кается, он задумывается о тех поступках, которые он совершил, и старается их больше не делать. Почему? Потому что все мы имеем свободную волю и свободный разум. И инстинкт самосохранения. Когда человек режет себе руку, то она кровоточит, причиняя человеку страшную боль, причиняя человеку физическую неудобство. А есть инстинкт духовного самосохранения, что человек, когда совершает грехи, он душевно гибнет, черствлеет, становится жестче. И именно таинство покаяния – это то начало, которое человек ставит перед собой, когда идет за Христом. Когда он твердо решает изменить свою жизнь, чтобы правда духовно-телесно преобразиться, духовно-телесно очиститься и почувствовать в себе ту первозданную чистоту, которая была дана Господом нашим прародителям. Очень часто люди задают вопрос. Батюшка, что делать, если наш близкий не хочет идти в храм на покаяние, на исповедь, если он не хочет каяться? Пост призывает нас в первую очередь к чему? К молитве. К молитве о тех людях, которые не имеют желания идти за Христом. Смерть Христовой истины просвещает каждого человека, грядущего в мир. Это слова из Священного Писания, которые показывают нам настоящий смысл покаяния. Он заключается в следующем. Человек должен захотеть оставить свою греховную жизнь. Ту жизнь, которая вставляет гибнуть его душу и гибнуть его тело. Когда Господь висел на кресте, то одно из его молитв, в которые он обращался к Отцу Небесному, было «Отче, прости им, ибо не ведут, что творят». Эти слова, дорогие братья и сестры, можно отнести к любому из нас, кто забывает о времени Великого Поста. О том, что именно в этот момент Церковь Православная, верный Чадцевый, которые крестились в ее купели, призывает прийти и покаяться перед Господом. Затем его прощения за свои прегрешения вольные и невольные. Получить ту благодать, покаяние и омыть своими слезами свое иссохшее сердце для новой духовной жизни, которая бы правда была жизнью спасения, жизнью благодати и жизнью верных Чад Божиих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пристои во веки веков. Аминь. Веков Аминь. 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 Аминь.